СТАЛКЕР Я хочу переселиться туда, в зону, это зона, где ты защищен, где у тебя есть среда, твоя жизнь, которую не разрушит никто. В данном случае для меня связь, это вот моя зона. СТАЛКЕР Легендарный, отрезанный от мира и забытый на века, обреченный и возрожденный остров Град-Свияжск, недалеко от Казани, спрятавшийся в пересечении рек, чтобы сохранить себя и принять тех, кто не готов плыть в общем потоке. Град-Свияжск всегда притягивал людей искусство. Художник Рашид Софиулин облюбовал это место задолго до того, как остров стал одной из жемчужин туристического Татарстана. Много лет Софиулины снимали здесь дачу. Приехали, здесь была тишина. После парохода выходишь обычно и хочется... Что-то такое, уши что ли заложило? Тишина, ничего не слышно, только галька шуршит под ногами и вода чуть-чуть плещет. Вот к этой тишине. А сегодня тишина, она есть, потому что у нас здесь как хуторок свой. И дом повернут на юг к солнцу. К этому высокому берегу Свияги лодку судьбы Рашида Софиулина мистически прибивала целую жизнь. Детство в Альметьевске, учебы в художественном училище, творческие искания, эксперименты в составе знаменитой казанской дизайнерской группы «17». Более 20 лет работы в Москве. Встреча с мастером, великим режиссером Андреем Тарковским и работа художником в его спектакле «Гамлет» и фильме «Сталкер». Как говорят искусствоведы, многогранный талант. Живописец, график, иллюстратор, дизайнер, эмольер, плакатист, декоратор, художник книги, театра, кино и анимации, автор десятков интерьерных проектов и выставочных экспозиций. Москва, у него там своеобразная жизнь, там очень активная, но для художника все равно нужно пространство, где он мог бы уединиться, успокоиться и как бы подумать самому просто в какой-то тишине или там в комфортной обстановке подумать и вообразить себе следующие картины. События нужны. Мои картинки все, они по реальным событиям происходили. Вот у нас домовой. Художнику с таким космическим воображением, как у Рашида Софиулина, для путешествий в пространстве и времени никакой техники не нужно. Окно во всю стену в мастерской, тот экран, на котором можно посмотреть, как кино, свою жизнь. Вот детство, город Альметьевск, папа был нефтяником, мама вышивала на заказ. Это семейный альбом у нас. Семейный альбом здесь папа, дед мой. Вот он, видите, в Буденовке, это он на войне. Такая же была одежда в начале. Он и на гражданской был, и во второй отечественной войне был. Вот мама с папой. А это я маленький, такой еще маленький. Ходили по деревням фотографы, они делали такие семейные фотографии на черном фоне. У них своя такая хлопчатобумажная занавеска была. Я думаю, что семейный альбом в каждом доме должен быть, потому что надо помнить своих родных и близких, и чтобы их видели и гости даже в том числе. Как я стал художником, трудно сказать. Дело в том, что дети очень впечатлительные. Один из родственников карандашом для детей, ну, развлекал он нас, рисовал лошадок. А он очень красиво рисовал. Они такие стройные, такие скакуны получались, арабские скакуны. Карандашом просто линией сделал лошадку. Этот восторг я запомнил на всю жизнь. Я помню, откуда светил окно, какая была печка, как лежала бумага. Мама у меня вышивала. Она вышивала, продавала какие-то для дома, делала. И что-то она продавала, одеяло с вышивкой. Это так красиво было, на просвет и так далее. Все это я видел цветные нитки. Это потрясающий сундук открывает. Оттуда потрясающий еще запах вместе с этими нитками. Почему? Яблоки клали в сундуки. Вот эти вкусные запах яблок еще. Но это некое большое впечатление, которое запомнилось. Уже тогда маленький художник понял, что цвет расслаивает и неузнаваемо меняет пространство. Оно становится многомерным, стелескопическим, непредсказуемым, как в детском калейдоскопе. Может собраться в невиданные цветы или узоры, наполнится тенями или полутонами. А потом рисунок рассыпается на миллионы ярких брызг, оживают мамины вышивки и даже ночью снятся новые картины. Но не всем, а только тем, кто не жаждет шумных вернисажей и восторга критиков. Разошло какое-то событие, которое, казалось бы, промежуточное бытовое событие. И, например, лунное отражение на воде. Такое красивое! Оно больше не повторилось ни разу такое. Вот я сколько смотрю, сколько лет прошло, но нет такого отражения лунного. Это веретено, какое-то сложное, красивое веретено в отражении самого. Наверное, это лунное веретено из сновидений исплело ту нить, которая стала путеводной в судьбе художника. Встреча и сотворчество с уже признанным тогда гением, режиссером Андреем Тарковским. Не он меня нашел, а я верю в чудеса. Уже вот настолько они как бы повторяются. Начинаешь верить? А куда деваться? Например, я в Доме печати, на улице Баумана, в книжном магазине. Купил открытки грузинского художника. Потрясающий художник, Тенгиз Мирзашвили. А на Творческой даче я смотрел на человека, очень интересный, живой какой-то. Мы его познакомились. Он попросил меня, Рашид говорит, я делаю вот сейчас спектакль «Магбет». Сделал эскизы. Собери объемную конструкцию сценическую. Я собрал, три варианта ему предложил. Он говорит, пойдем со мной работать в театр. Я говорю, с тобой? Да с удовольствием. И вот мы идем с ним к режиссеру, знакомиться. Он говорит, а ты знаешь, к кому мы идем? Я говорю, я не знаю, ты же мне не говорил, к Тарковскому. Я чуть не упал. Так шел. Вот так вот пригласил он меня, художник, познакомиться с Тарковским. И делали мы спектакль «Гамлет» уже. Я огромное количество репетиций Тарковского прослушал за это время. Понимаете, да? То есть, на моих глазах рождался спектакль. Это было потрясающе. Вы представляете, я в театре работал первый раз. Первый раз. И сразу с Тарковским. И как-то бесконфликтно прошло у меня общение с Тарковским. Два года же делали спектакль, два года кино. Без конфликта. Он меня называл Рашидиком. Но я молодой. Каким-то мистическим образом оказалось, что Тарковский и Софиулина не только творчески близки, но и внешне похожи. И понимали друг друга не просто без слов. По взгляду, по молчанию, по цвету. Он невысокого роста, мы одинаково роста с ним были. И даже одинаковой прически. Даже голос по телефону был одинаковым в то время. Но рядом с ним как-то люди управлялись как-то. Вот я давече говорил вам, враньё всё это. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это всё какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. Как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? О съёмках шедевра мирового кино «Сталкера» Софиулин может говорить часами. Захватывающих подробностей и драматических деталей хватит на множество интервью. Бесконечное творчество. Требовательный режиссёр. Недостаточное финансирование. Уничтоженные из-за некачественной проявки плёнки материалы целого года съёмок. Фильм на грань срыва. Матфильм нашёл выход. Предложили сделать двухсерийный фильм. То есть на одну серию вы деньги потратили, а мы даём ещё на одну серию, а вы сделаете двухсерийный. С деньгами на одну серию. И вот в таких условиях мы делали двухсерийный. Мы всё заново повторили. То, что там натурно было. И в павильоне работали, естественно. Вот за эти минимальные деньги выкручивались. Металл нам не давали, предположим. Там орнитолога не дали. Должны были взлетать птицы. Четыре года Софиулин, так уж получилось, жил в семье Тарковских. Но общих снимков почти нет. Рашуду было неловко просить о совместных фото, записывать какие-то цитаты мастера. Даже подаренные джинсы и пиджак Тарковского давно изношены. Но вместо этого осталось бесценное и нематериальное. Я оказался рядом. Даже трудно мне сегодня расшифровывать, как это получилось. Я помогал жить. И мне помогали, получается, жить, да, в Москве. И мы вместе сопереживали, вместе жили там. Раз у него сын Андрей Андреевич сегодня. Возил его и в школу. Как-то мы выживали. Тогда же очень трудно было, на самом деле. И с деньгами тоже было очень тяжело. Сам Рашид Толгатович уверен, что его творческая жизнь так успешна, потому что энергетическая подзарядка от гения Тарковского и кинопритчи «Сталкер» помогает ему и по сей день. И в главном герое этого фильма Рашид Софиуллин узнает себя. Вы, наверное, прекрасный человек. Я, правда, и не сомневался почти. В мыслях, поступках, интонациях. А в некоторых живописных работах художника до сих пор можно почувствовать неуловимую атмосферу и эстетику легендарного фильма. Внимание! Секунду! Сок, стоп, секунду! Где? Где Полинка? Горис, где вы, ребята, спросите Тарковского? Тарковского спросите. Все ушли, ребята, отсюда. Прошу из этого уголка всех вывезти. Все вывезти. Мне было страшно интересно сначала. Думаю, ну как вот есть такой-такой режиссер. Но почему он вот настолько точен и настолько доведено до ума каждой, каждой деталь. Произведение совершенства. Там, где другие уже остановились, сказали, о, шедевр, все замечательно. Ну, ну здорово же, ну все здорово. Все вокруг говорят, я сам вижу. А он еще ходит, думает, думает, думает. И доделывает, доделывает, доделывает. Уже терпежу, у него кого нет. И я понял, да, он чувствует, он видит того, чего не видно еще. Какой-то нюанс, какая-то интонация. Точнее, еще можно сделать, еще можно вот так вот сделать. Доводить до совершенства произведения или остановиться на каком-то таком хорошем, добром, так сказать, доброкачественном среднем варианте. Это сегодня называют таких людей перфекционистами, правда? Да, да. И вот я уже сам замечаю, что я тоже, мы с Чингизом, как перфекционисты. Перфекционизм Софиулина порой граничит с героизмом. Так во время работы над росписью панно для Казанского музея «Городская панорама» произошло ЧП. Рашид Толгатович сломал ногу. Гипс, неподвижность. Для художника-декоратора, который работает на большом пространстве, это практически катастрофа. Твоя болезнь, вот сломанная нога, предположим, это уже второстепенные, это мои личные проблемы. Главное работу сделать. Мы сделали вот Чингизом. Это абсолютно неожиданно получилось. В одно утро, у нас остается месяц до закрытия объекта, утром звонит мне папа, говорит, я сломал ногу. А у нас не расписанная, у нас основная роспись осталась под конец. И получилось так, что мы взяли в аренду инвалидное кресло. Он рисовал нижнюю часть, а я всю вторую. То есть, откуда он мог дотянуться, я уже выше рисовал. Было много работы с историческим фото, восстановлением. Я даже по просьбе папы ходил по улицам Казани и фотографировал здания. Рашид Софиулин очень сдержан в рассказе о своих близких. Жене, сыне, внуке. Да и зачем художнику слова, если в руках кисть? Каждая его работа сама по себе признание в любви или притча о том, что оставляет незабываемый след в душе. Это портрет моей жены, да? Гульчасяк Махмутовны. Ну, такой, легенький. Портрет. Вот смотрите. Каждая картина, вы меня спрашивали, как возникает тема. Вот этот, казалось бы, простой пейзаж, ну что, какая-то темная фигурка. А мы шли пешком с Волги в Свиярск зимой. А сын, он еще маленький был, ему трудно идти, ну, маленьким детям, взрослым шагать по снегу. И он расплакался, а потом убежал вперед. А там лес темный. И так стало тревожно за него. Он туда в темный лес бежит. Человечек. Вот это запечатлелось, и это вот чувство, я думаю, что удалось передать. Сын Чингис, экономист по образованию, вслед за родителями вернулся из Москвы в Татарстан. Он уже не просто подмастерий, а полноценный соавтор, правая рука, как, например, в их семейном проекте артели с Вияжской эмаль. Вот эмалька, которая придумалась вот такая. Она еще не наделана, она в работе, вот с таким окладом, как окошки. У меня их было несколько штук, сделанных, я собрался сделать много-много, чтобы стену можно было собрать из таких зеркал. А вот первая эмаль, которую мы сделали. Это мы мастер-класс в Москве брали, для того, чтобы научиться делать эмаль. Это первая эмаль. Так что она у нас продаваться естественно не будет, это уже наша семейная реликвия. Это уникальный музей археологического дерева татарской слободки в Свеяшске. Дерево. Внутри, вы видите, такие же бревна. Вот старинное дерево, тоже имитация. Это все декорации. Но декорации сделаны таким образом, чтобы они в течение длительного времени не разрушались, не осыпались. Ну, на мой взгляд, это лет 15-20 вообще не будет требовать ремонта. Музей возник на месте археологического раскопа. Под землей нашли многослойный исторический пласт. В нем на разной глубине сохранились остатки срубов, деревянные мостовые, детали жилищ, бытовые вещи и даже пни, ровесники Свеяшска. Сейчас на трех уровнях и в многочисленных витринах представлена многовековая жизнь деревянного города. Софиулины могут рассказать про каждый камушек и бревнышко, которые оживали под их руками. Это улица была. Видите, какая узкая улица была? Улицы стелили. Корой выстилали. Ну и щепой, естественно, досками какими-то старыми уже не нужными в обиходе. Каждый сантиметр этого раскопа мы проползли на коленях, да? Да. Кистями, туками. Это живопись, живопись, по которой можно ходить. Потому что обслуживающий персонал должен по нему ходить и обслуживать аппаратуру, которая светит и так далее. Смотреть, в каком состоянии деревья, то есть бревна эти. Вот стена. Она сделана по фотографии. Реальная фотография. Значит, щепа здесь, та, которая осталась после раскопа, значит, не выброшена, а сохранена вот уже в этой инсталляции. В этой реконструкции, скажем так, этого раскопа. На мониторах мы можем видеть, как происходит здесь сам процесс раскопа. Вот пенек, видите, да? Это пенек того времени. Это вот того самого леса, думовского леса. Пеньки, да. Когда он назывался уже? Заруба-чапорок. Как раз. Сохранились. То есть, это строители Ивана Грозного пилили этот пенек. Одна из главных достопримечательностей музея анимированная панно-реконструкция Свияжск 17 века. Это художественная энциклопедия жизни деревянной крепости. Более 20 метров тщательных исторических достоверных пейзажей, 120 бытовых сцен, более 450 персонажей, десятки изученных первоисточников, сотни идей, тысячи эскизов. Вот эти все реконструкции, которые мы делали, это как лодки долбленные строили. Их над такими длинными кострами обжигали, распрямляли. Вот здесь у нас хлеб пекут. Рашид Софиулин мечтает воссоздать сюжет Свияжск 17 века в живописном варианте. Объединить все свои мечты, мысли и тревоги, которые он посвятил этому острову в многочисленных картинах-притчах. Дело в том, что вот в этих дверях, например, на домах, на фактуре этих домов видно прикосновение рук и история. Мы чувствуем, что они жили достаточно долго и уже отпечаталась история, время на них отпечаталось. И поэтому поэтому нам это дорого. А то, что вот новодел, только что сделанное, она еще не имеет истории. Она как бы вот совсем новье, как с луны прилетела. Вот. На самом деле старые дома, они, конечно, и печальные могут выглядеть, но на самом деле для художника это живописное пространство. Здесь другая жизнь началась, и мы к ней тоже привыкаем и тоже с ней в нем много достоинств в этой жизни. Но старые, старые, ой, как память о каких-то старых знакомых, старых друзьях, вы понимаете, да? Как о родителях, которых сейчас нет. Она очень, эта память очень дорога. Естественно, она тревожит, вспоминается. Как ты жив? Здорово, дорогой? Да. Хорошо? Ага. Жители Свияжска для него давно не просто земляки, родня. Тетя Галя, которая так и не смогла привыкнуть к новому дому, и уродивая Женя со своим непонятным бормотанием, неотъемлемая часть этого былинного места. Их радость – его радость. Их боль – его боль. И его картины – это их общее Свияжское прошлое, настоящее и будущее. Кто такой сталкер? Это человек, знающий о малоизвестной или опасной территории больше других и готовый провести по ней людей. А Рашид Софиулин чувствует Свияжск как никто другой. Он готов открыть тайны острова, свои зоны, людям. Но только тем, кто, как он, честен с собой и другими и не терпит фальши, не гонится за деньгами и званиями, амбиции проявляет в творчестве, а не в высокомерном отношении к людям. Экскурсовод в музее, увидев художника, вздыхает. Эх, Рашид Толгатович, хоть бы раз взглянуть на мир вашими глазами. Это можно сделать. Просто нужно долго вглядываться в миры Рашида Софиулина душой, сердцем, верить сталкеру, и тогда вырастут крылья, как у мужиков из цикла картин о крылатых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok